Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarket, составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarket с огромным количеством аналитического контента. Пользуйтесь этой информацией, конкретными торговыми идеями и в том числе оставляйте обратную связь, потому что каждый пост можно комментировать. Сегодня у нас день инфляции. Сразу два региона и два важных отчета по индексу потребительских цен. Первый из них это в 9.00 по московскому времени данные по инфляции по Англии. За фунтом мы следим очень давно и я в принципе продолжаю рассматривать его с точки зрения покупок, потому что тот макроэкономический фонд, который мы разбирали и получали по статистике в виде конкретных данных за последние недели, явно больше располагает к тому, чтобы несколько возросли шансы Банка Англии на то, чтобы ужесточить деньги на кредитную политику. Вчерашний отчет по рынку труда. Уровень безработицы, я думаю, что вы все прекрасно видели, снизился с 4,8% до 4,7%. Есть определенные вопросы к темпам сокращения обращения за пособиями и может быть ситуация реально усугубится через месяц-другой, когда безработные перестанут получать повышенные пособия и перестанет действовать программа субсидирования для тех, кто лишился во время ковида работы. Но это опять же, мне кажется, разговоры будущих периодов. Сейчас лучше работать с цифрами и фактами. Сегодня по ожиданиям, согласно тем отчетам, которые мы можем получить. Основной индекс потребительских цен и базовые значения инфляции. В обоих случаях ожидается снижение, как в месячном выражении, так и в годовом. По основному индексу потребительских цен с 2,5% инфляции может замедлиться до 2,2%. По базовой инфляции ожидается снижение на 0,1%, в годовом выражении тоже с 2,3% до 2,2%. По идее, если мы видим индекс потребительских цен, который превышает целевое значение для английской экономики и для регулятора, не действует политика инфляционного таргетирования, можно быть уверенными в том, что британский регулятор, в данном случае мы анализируем статистику по Англии, близок к решению, которое предполагает повышение ставок. Потому что рост процентных ставок – это самый эффективный инструмент борьбы с еще большим ростом инфляции. При снижении индекса потребительских цен я все равно делаю акцент на то, что это даст возможность больше свободы действий для регулятора в принятии решения, которое предполагает ужесточение политики. Сегодняшний релиз ни в коем случае не нужно недооценивать. Опыт и наблюдение за реакцией фунта на последние данные по инфляции позволяет предположить, что сегодня мы можем увидеть волатильность больше, чем в одной фигуру, то есть в 100 пунктов. В текущей котировке 1,3745 я допускаю, что завтра мы уже будем говорить о котировках 1,3850 и выше. Следом за отчетом по инфляции в Англии выйдут аналогичные данные по индексу потребительских цен в Канаде. В 15.30 по Москве и доллар канадец в моменте котируется на отметке 1,2610. Цель прежняя 1,24. Жду поддержки для канадской валюты в виде этого отчета. Если инфляция не справится, то у нас еще будет запасной вариант. В пятницу розничные продажи, которые также по ожиданиям больше будут располагать спросу на канадский доллар. В этой связи, друзья, ориентиры не меняются. Я, как и раньше, за идею локального снижения. Далее по повестке экономического календаря в 17.30 будут запасы. Не уверен в том, что они очень сильно повлияют на динамику нефти. По крайней мере, отчеты последних двух недель рынком практически фильтровались. Ну да, какая-то в моменте реакция была, но цены вскоре стабилизировались рядом с теми значениями, где котировались до выхода этого релиза. Для рынка нефти сейчас куда более определяющей темой является ковид, который по всем средствам массовой информации раздувается как новая волна именно полноценной пандемии, которую мы видели в 2020 году. И все большее количество регионов вводит не просто какие-то около ограничительные меры, которые больше являются лишь показухой, что якобы делается что-то, чтобы сдержать распространение инфекции. Многие регионы идут на жесткие меры. Причем, если говорить про рынок нефти, нас в принципе должен интересовать Китай. И всю неделю эту мы с вами разбирали китайские данные, статистику и в целом ковидную обстановку в этом регионе Китай. Ведущий потребитель углеводородов, основной импортер нефти. И то, что сейчас происходит, то, что мы видим уже в факте макроэкономических данных, это заведомо сигнал ожидать снижения экономического роста по итогам третьего квартала. И, к сожалению, друзья, вот прошла еще одна неделя, но мы не можем констатировать, что достигнута плата по количеству заболевших. Я думаю, что дальше ситуация будет ухудшаться, к сожалению. Это приведет к еще большей просадке по промсектору, по активности потребителей и, соответственно, к еще большему замедлению экономического восстановления. Отсюда и ожидание пессимистичное относительно мирового экономического восстановления и стабильного спроса на углеводороды. Я в таких условиях не могу купить нефть, поэтому ранее рекомендовал вам рассматривать ее с точки зрения продаж с целями 65-66 долларов за баррель по бренду. Сегодня, когда я готовился к этому брифингу, все новости по любому регионам, по любой экономике, они все начинаются с того, что риск ковида стал более выраженным. И два региона, которые являются, по сути, героями, антигероями, наверное, ситуации с пандемией. Это регионы азиатско-тихьянского, страны азиатско-тихьянского региона Австралия и Новая Зеландия, которые сейчас под тотальными ограничениями, точно такими, как были в 2020 году. Рынок нефти в приоритете короткая позиция, как я уже отметил, ждем ее дешевле. Нефть. Соответственно, дальше по инструментам и по событиям. 21.00 протоколы последнего заседания Федрезерва США. Вчера вышел отчет по ровничным продажам, который оказался очень плохим. Минус 1.1% снижения в месячном поражении. Прогноз был снижение на всего лишь 0,3%. Сильно контрастирует этот релиз, минус 1.1, со значением двухмесячной давности, когда был зафиксирован рост на 0,7%. Ройничные продажи – это продолжение отчетов, которые снижают вероятность ужесточения монетарной политики в США. Это вкупе с данными по инфляции и последние отчеты потребительского доверия от Мичиганского университета. И если бы мы сейчас не вынуждены были говорить о рисках ковидного характера, то, конечно же, такой макроэкономический фонд по США, который фактически знак равно того, что в ближайшее время ФРС не откажется от стимулирующей политики, уже давно обвалила бы курс американского доллара. Но доллар сейчас черпает силу и поддержку в своем статусе, в который еще многие верят, как защитного актива. И на фоне политической нестабильности в Центральной Азии, кстати, как фактор роста цен на золото, на фоне ситуации с ковидом и на фоне общего тотального нежелания трейдеров рисковать, мы видим сейчас выход трейдеров из риска и повышенный спрос на американские долги. Единственное исключение среди рисковых активов пока что – это фондовый рынок США, который СНП в 50-й раз уже обновил исторический максимум и практически добрался до нашей цели в 4,5 тысячи пунктов. Я эту цель продолжаю держать, потому что американский фондовый рынок полностью своим ростом опирается на стимулирующую политику ФРС, которая будет оставаться такой, пока не ухудшится, точнее, пока не улучшится статистика, которая, в конце концов, должна будет позволить Федрезерву принять решение о сворачивании программы количественного смягчения. Сегодня от протоколов я не жду чего-то суперинтересного, я уже полностью смирился с тем, фактом, что рынок особо далеко не уйдет до симпозиума Джексон Холли до следующей недели, поэтому основные движения, основные смены тренда потенциальных будут там. Работаем с тем, с чем работали ранее в моменте и не отказываемся от тех идей, которые я рекомендовал. Золото, кстати, 1790. Прежние факторы, ну, помимо того, что я сказал, что политическая неопределенность в Центральной Азии, здесь еще и доходности трежериса, которые способствуют тому, чтобы золото все-таки улетело выше отметки 1800 долларов за тройскую унцию. Индекс треничных настроений и сантимент также указывают на то, что большинство верит, что золото еще просядет. Это только поэтому делаем вывод, что золото может оказаться еще выше. И пару слов буквально про новозеландский доллар. Сейчас котировки 0,6932. Все ждали решения Резервного банка Новой Зеландии по росту процентной ставки. Полагали, что Резервный банк Новой Зеландии станет первым центральным банком, который повысит процентные ставки. Но буквально за несколько часов до заседания Резервного банка власти Новой Зеландии приняли решение ввести четвертый уровень ограничений в ответ на всего лишь несколько случаев ковида в стране, которые были зафиксированы впервые с февраля. И, конечно же, это тут же заставило трейдеров пересмотреть свои ожидания по изменению процентной ставки. И поскольку новая волна ковида только начинается в Новой Зеландии, будем надеяться, что ее подают быстро за счет более эффективных кампаний по вакцинации, Новозеландец, к сожалению, с таким фоном может оказаться еще слабее. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. Всем пока.